Знакомьтесь, Арнольд, и он находится в музее человеческого тела в Голландии. Смотри, это первая в мире разработанная биоинженерами человеческая кожа. В 2011-м голландские ученые создали козу, которая могла производить паутину, и превратили эту паутину в человеческую кожу. Такая кожа стала в 15 раз прочнее стали и могла останавливать пули калибра 5.56. На этом исследование закончилось официально. А что, если опыты продолжились тайно? Поздравляю, Арнольд, ты стал добровольцем для испытания пули непробиваемой кожи. Вау, ты еще жив, Супермен? Значит, опыт прошел успешно. Кажется, эти ребята довольны и хотят повысить ставки. Этот гранатомет выпускает гранату из ствола со скоростью 120 метров в секунду. Ее взрыв пробивает 50 сантиметров стальной брони. Тут нужна кожа посерьезней. Например, из фуллерена. Это самый прочный материал известной науки – аллотроп углерода. И он в 200 раз крепче самой прочной стали. Поздравляю, твоя кожа из фуллерена смогла выдержать выстрел из РПГ. Чего, конечно, не скажешь о твоем мозге. Ударная волна превратила его в желе. Но, к счастью, ты в суперсекретной лаборатории. Правильно, Арнольд, идеальное время для побега. Ведь теперь никакое автоматическое оружие не может нанести тебе никакого урона. Тебя невозможно задушить или даже сбить на машине. Но силы у тебя у клипика-то не добавилось. Зато для жу появились настоящие стальные нервы. Но проблема в том, Арнольд, что тебе придется до конца жизни скрываться, чтобы никто не узнал, что твоя кожа… Стоп, что? Да, Арни, вижу, ты на все готов ради лайков. Ну, делай как знаешь. Лишь следи, чтобы твоя твердолобость не вышла тебе боком. Даже у Супермена были слабости. Теперь, Арни, ты будешь есть только сырое мясо, как хищное животное. Чувствуешь, как сразу повышается уровень агрессии и адреналина. Переживать мясо будет сложно. Зубы человека для этого не приспособлены. Лучше порежь его на мелкие кусочки, как это делали древние монголы. Самое известное блюдо из сырого мяса – тартар – названо в их честь. Без круп, овощей и фруктов прекратится поток глюкозы – топливо для организма. Чтобы обеспечить его энергией, печень начнет перерабатывать запасы жира. И ты начнешь терять вес до 5 килограммов в неделю. А мускулы будут обезвоживаться и сохнуть. Поэтому мясная диета популярна среди голливудских знаменитостей и супермоделей. Уровень холестерина в крови повысится, и ты окажешься в зоне риска сердечных заболеваний. В кишечнике образуется остаток из аминокислот. Он смешается с кожными бактериями и приведет к появлению отвратительного запаха тела. Сырое мясо населено опасными микроорганизмами, такими как и коли, сальмонелла и листерия, которые вызывают диарею, рвоту и тяжесть в желудке. Но когда организм привыкнет к такому питанию, ты испытаешь невероятный прилив энергии и физической силы. Причина этого — повышение уровня тестостерона и витамина D. Сам Брюс Лим ел смузи из сырого мяса во время подготовки к соревнованиям. Наши доисторические предки ели сырое мясо. Но их жизнь изменилась, когда они приручили огонь и научились готовить. Это сократило переваривание пищи в три раза. Энергия поднялась от желудка в мозг, что привело к когнитивной революции. Погоди, неужели ты в коме? Глядя на тебя, кажется, что ты умер, но внутри ты все еще жив. В коме ты не способен реагировать на внешние раздражители. Поэтому вполне сойдешь за фаната кей-поп и сможешь годами слушать на повторе одну и ту же песню. Люди могут провести в коме от нескольких дней до десятка лет. Эдуардо Бара в возрасте 16 лет впал в кому и провел в ней 42 года. По словам пациентов, во время комы они ощущали себя некой материей. Блуждали по длинным сырым коридорам, лабиринтам, проходили сквозь сложные механизмы. Степень комы определяют по шкале комы Глазго, где 15 баллов — это ясное сознание, а 3 балла — это смерть мозга. Арнольд, они собираются отключить аппарат! Очнись! И я обещаю, больше никаких опытов над тобой! Свет в конце туннеля! Давай, Арни, ты сможешь! Арни, ты снова слил все деньги на онлайн-ферму? Ешь теперь виртуальную еду! Кстати, ты знал, что Билл Гейтс — обладатель золотой карты Макдональдс? Она дает право есть там бесплатно! Тебе она явно нужнее! С чего начнешь? Предлагаю специальный суисайд-бургер из Бургер Кинг. Четыре котлеты, четыре ломтика сыра и бекона — 800 калорий. А вот и мак-картошка фри. В ее составе скрыто 19 ингредиентов. Кушай! Одна котлета-бургера может состоять из частей сразу от 100 коров. Всего же для фастфуд-индустрии их забивают 50 миллионов в год. Ты наелся? Значит, пей газировку! Здесь ее специально разливают бесплатно, потому что она пробуждает аппетит. К счастью, чтобы его унять, открыто уже 39 тысяч Макдональдсов в 120 странах мира. А в Британии переработанным маслом от картошки фри даже заправляют траки. За последние 20 лет число людей, страдающих лишним весом, увеличилось в три раза. Тебе лучше остановиться, Арнольд, ведь при такой диете ты набираешь 10% веса в месяц. Это приведет к... Арнольд, остановись! Теперь ты болен диабетом второй степени. У тебя начались депрессии, а кровеносные сосуды зарастают жиром. От этого может случиться инфаркт. Фастфуд – крайне калорийная пища, практически лишенная витаминов и минералов. Мой диагноз – срочно перейди на полезную еду, приготовленную дома. Иначе быть беде. Ну вот, молодец! Я зайду к тебе вечером на ужин. О боже! Арнольд, что ты тут наготовил? Запеченный поросенок? Шоколадно-карамельный торт? Я имел в виду не это. Дело не в том, что ты ел фастфуд, Арнольд. Дело в любой калорийной пище и твоем переедании. Я вижу, ночная пивная вечеринка удалась. Не забыл, что утром у тебя конференция ютуберов с IQ ниже 60? Если опоздаешь, карьера окончена. На туалет нет времени. Терпи! Мочевой пузырь комфортно удерживает 150-200 миллилитров жидкости. Но после 400-500 миллилитров чувствуется давление. Ты наверняка выпил больше. Босс очень зол. Вряд ли он отпустит кого-то выйти. Сейчас жидкость впитывается в почки и опускается по мочеточникам в твой мочевой пузырь. Он напряжен, удерживая мочу с помощью мышц. Не рекомендую тебе смеяться, чихать или кашлять. Это может ослабить мышцы и произойдет протекание. Ура! Босс объявляет перерыв. Ты спасен! Обычный человек писает 6-8 раз в день. О-оу, ну повезло. В древние времена правила приличия позволяли мочиться прилюдно. Разделение туалета на женский и мужской произошло только в 1792 году. Ну все, перерыв окончен, Арнольд. Сейчас твоя очередь вести презентацию. При длительном удержании стенки мочевого пузыря могут растянуться для удержания большего количества влаги. Однако это опасно. Бактерии и кислоты, содержащиеся в моче, могут подняться обратно в твои почки, что вызовет цистит или пелометрит. Все одобряют твое недовольство политикой компании, Арнольд. Держись. Осталось всего лишь 50 докладов, и ты будешь свободен. Ну вот и все. Пора домой. Арнольд, советую не делать резких движений. При полном заполнении мочевого пузыря возможен его разрыв. Ты почти дома. Осталось только потерпеть утренние пробки. Двигайся медленно. О, нет. Кажется, идет твой сосед, который любит обнимать всех при встрече. Арнольд, берегись. Арнольд, так можно всю жизнь проспать. Пора вставать. Люди проводят в среднем одну треть своей жизни во сне. Сон необходим для восстановления организма. Именно благодаря ему из мозга удаляются токсичные вещества, накопившиеся в течение дня. И чтобы не тратить это время зря, стример Asian Andy спал в онлайне и за одну ночь заработал на донатах 16 тысяч долларов. Кажется, кто-то ломится к тебе в дом. Арнольд, кто это? Они не похожи на твоих друзей. Поздравляю, у тебя снова неприятности. Типичный Арнольд. Способен накосячить даже во сне. Что это за странное место? Похоже на общежитие не самого лучшего университета. Похоже, что ты можешь стать звездой нового реалити-шоу. Но это слишком хороший вариант для такого неудачника, как ты. Откуда у них оказались досье на вас всех? Даже мне уже становится страшно. Упс, видимо, ты сюда попал по ошибке. Что же они хотят от тебя? О-оу, мне это все не нравится. Арнольд, неужели тебе не удалось заснуть? Сутки без сна приводят к головным болям. В ушах появится шум и нарушается память. Тебе нужно поспать. Считается, что в среднем человек может выдержать не более пяти дней без сна. Дальше начинается настоящее испытание. Появляются зрительные и слуховые галюцина. Первый мировой рекорд, который установил 17-летний Рэнди Гартнер. Он не спал 11 дней. Но потом его побил Роберт Макдональд, не спавший 19 дней. Но представители Книги рекордов Гиннесса не засчитали его. А признали подобные эксперименты очень опасными для здоровья. Ты единственный, кто остался. Мне это все напоминает одну легенду о советских ученых. Они поместили пять людей на 15 дней в одно помещение со стимулирующим газом. Что случилось? Ну вот, тебя что, уволили из Макдональдса? Не расстраивайся. Каждый человек в чем-то талантлив. Например, слышал о парне из Китая, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, потому что не моргал 57 минут. Эй, ты куда пропал? Арнольд! Арнольд! Что? Ты побил этот рекорд? Как тебе удалось? Ты намазал веки суперклеем? О боже, это же очень опасно! Моргание необходимо, чтобы смазывать твои глаза влагой. Наши слезные железы содержат антитела, лизоцимы и электролиты. Без них глаза станут беззащитными. Так что, боюсь, ты не сможешь долго восхищаться своей грамотой. Мельчайшие частицы в воздухе начнут оседать на глаза и царапать их. К тому же, чем дольше не моргать, тем сильнее хочется это сделать. Арнольд, есть один секрет. У моргания есть еще одна функция. Оно разделяет полученную тобой информацию и обновляет твое внимание. Это значит, что чем интереснее дело, тем меньше хочется моргать. Попробуй отвлечься на что-нибудь успокаивающее. Да, думаю, старое доброе черно-белое кино подойдет. Существует три вида слез. Рефлекторные, эмоциональные и базальные. Из-за того, что твои глаза высохли, слезные железы пытаются восполнить недостаток влаги. Но фильм тоже неплох. О нет! Кто же знал, что режиссер поставит тут ядерный взрыв? Арнольд, как ты себя чувствуешь? Яркий свет причиняет тебе боль. Зрение садится. Это признаки конъюнктивита. Это нужно лечить. Само оно не пройдет. Будь осторожен, читая инструкции к лекарствам, Арнольд. При зрении плюс пять читать очень трудно. А вот при близорукости в минус пять у тебя возникнут проблемы с рассматриванием объектов вдали. Дамы, перестаньте. Он ничего не видел. Арнольд! Арнольд! Очнись! Похоже, тебя побила охрана аптеки, и ты потерял все свои вещи. Я бы не задерживался надолго в такой антисанитарии. У тебя нет сил идти. Похоже на симптомы аденовирусного конъюнктивита. Так бывает, когда на сетчатке появляются разрывы, и сквозь них проникает вирус. Арнольд, вставай! У тебя начнутся гнойники и отслоение сетчатки. Ты можешь навсегда ослепнуть. Видишь эти ореолы света вокруг? Слава богу! Похоже, кто-то вызвал врачей. Что опять не так? Арнольд, это не призраки, это врачи. Стой! Ты не можешь спрятаться в этом кукурузном поле. Ведь оно нарисовано. Остановись! Черт! До ближайшей больницы ты не дотянешь. Сердце может остановиться. Тебе нужно срочное переливание крови для поддержания давления в кровеносной системе. Во Вьетнаме во время боевых действий раненым ставили кокосовые капельницы. Кокосовая вода больше всего схожа с плазмой человеческой крови. Так что у нас есть? Кола? Окей, работаем. Но сначала нужно выпустить все газы. Если газ, содержащийся в напитке, попадет в кровеносные сосуды, это буквально разорвет тебя изнутри. В составе колы есть сахар, глюкоза. А это источник быстрой энергии, что позволяет взбодриться. Кажется, сработало. Кола в твоем организме прижилась. В твоем кишечнике теперь так же чисто, как после обработки колой ржавчины. Твой внешний вид немного изменился. Волосы поменяли цвет. Но зато ты станешь самым желанным гостем на любом детском празднике. С таким количеством кофеина, который есть в составе колы, спать можно раз в три дня. Соответственно, можно успеть куда больше, чем обычный человек. Ведь даже профессиональные спортсмены употребляют колу для быстрой дозы энергии. А пополнить ее всегда можно в любом ближайшем супермаркете. Стой, камикадзе! Всего лишь одна конфета Ментоса сможет превратить тебя в баллистическое оружие земля-воздух. Не переживай, это все равно не испортит тебе день. Кола способствует даже победить небольшую депрессию. Но, если честно, Арнольд, кола в крови — это смертельно опасно. Ты что, продал свою ванну? Зачем? Это все ради покупки приставки. А знаешь, Арнольд, врач Джеймс Хэмлин доказал, что можно не мыться на протяжении пяти лет. Давай устроим из этого челлендж. На поверхности нашей кожи обитает огромное количество бактерий, которые образуют микробиом. Говорят, если долго не пользоваться мылом, баланс микробиома наладится сам по себе. Правда, если ты не будешь мыться дня три, придется потерпеть зуд. Не расстраивайся, поди проветрись. Очевидно, после нескольких дней без душа ты начал плохо пахнуть. Отличная идея — купить кучу дезодорантов. Всеобщая мода на ароматические средства для тела появилась в средневековой Европе. Тогда люди мылись только два раза в жизни. Когда рождались и когда умирали. Неприятный запах ушел. Однако чересчур частое использование дезодорантов может вызвать аллергию и одышку. А соли алюминия, входящие в их состав, могут даже привести к развитию раковых клеток. Помимо бездомных и в наше время в мире есть люди, которые моются очень редко. Это жители Крайнего Севера — эскимосы и чукчи. Чувствуешь себя отбросом? Постоянная немытость приведет тебя к потере самооценки. Если бы у тебя была девушка или друзья, Арнольд, они бы от тебя отвернулись. Куда ты собрался, Арнольд? Ох, надеюсь, ты не наделаешь глупостей. Эй, прекрати есть прямо в магазине. Эти овощи — ГМО. В этом помидоре есть ген шелкопряда. А любой огурец с генетической точки зрения вообще на 40% похож на человека. Не бойся, ГМО — это не страшно. И я знаю, как тебе это доказать. Давай генномодифицируем тебя самого, Арнольд. Проводить такие опыты над людьми незаконно. Однако в 2018 году в Китае уже родилось два генномодифицированных младенца с запрограммированным иммунитетом ВИЧ. Мы в секретной лаборатории Пентагона. Тут в основном выводят ГМО-солдат. Современная методика CRISPR-Cas9 позволяет вживлять ДНК одного организма в ДНК другого. В домашних рыбок ГЛО-ФИШ ген Медузы вставили для свечения. Овощи модифицируют для дольшего хранения и вкусовых качеств. Что же насчет тебя? Хочешь стать выше? Возьмем ген Майкла Джордана. Уберем тебе ген потовыделения, чтобы ты перестал быть таким вонючкой. И... знакомьтесь. Арнольд 2.0 Началась новая жизнь. Без фотоотделения. Люди в автобусе больше не будут от тебя отсаживаться. А соседская бабка перестанет обзывать тебя мелким рыжим девственником. Теперь ты длинный рыжий девственник. Да, сейчас генная инженерия несовершенна. Но за ней будущее. Уже скоро появятся дизайнерские ГМО-младенцы. А у преступников можно будет удалить ген жестокости. Это новый этап эволюции. Сладких снов. Арнольд 2.0 Эй, что происходит? Арнольд, ты что, украл инъекции из лаборатории? Что? Ты хочешь вколоть себе ген клубники, чтобы хорошо пахнуть? И ген корги для идеальной попы? Не делай этого. Остановись. О, боги, я ошибался. Генные инженерии опасны не только для организма, но и для целого мегаполиса. Тут ко nuance. Без curricулы。 Хclock-су-су-су-су. Тук-тук, Арнольд, можно зайти. О, я вижу, ты решил устроить себе настоящий тропический рай. Не думаешь, что пальма из гостиной – перебор? Ладно, вот тебе еще немного еды, напитков и новых друзей-уточек. Веселитесь! Как насчет полезных пузырьков? Гидромассаж способен имитировать физические упражнения, такие как приседания, подтягивания или отжимания. При вибрации мышечные волокна сокращаются и тем самым увеличиваются в объеме. А уже за 30 дней они достигнут своей максимальной силы и выносливости. Тебе, лентяю, такое точно понравится. Арнольд, впервые вижу тебя таким счастливым. Что ж, предлагаю продолжить эксперимент. Я закрою тебя в ванной на 30 дней. Но с одним условием. Я отключаю воду и оставляю столько еды, сколько у тебя есть сейчас. Да, надо было не так обжираться. Если 30 дней не вылазить из ванной, кроме бактериальной инфекции кожи и отслаивания ногтей, у тебя будет два варианта. Либо полная антигидратация организма и потеря 1,3 галлонов воды, либо гипергидратация. Когда организм получит больше воды, чем нужно, что приведет к отеку головного мозга. Арнольд, ты очень быстро расходуешь пищу и воду. Из-за длительного нахождения в воде твоя кожа, как ни странно, станет сухой и потрескается. В такой воде получить кожную инфекцию очень просто. Только прошу, Арнольд, не смотри на свою руку. Чтобы провести 30 дней в ванной, попивая коктейли, твоя кожа должна быть как у тюленя. Ведь у него на 20% больше подкожного жира, чем у человека. Что дает хорошую водонепроницаемость и защиту. Но теперь, став одним из разносчиков опасных кишечных паразитов для людей, вряд ли тебе будут рады на такой вечеринке. Арнольд, ты меньше всего похож на тюленя. И не пригоден к водной жизни. Несмотря на то, что в ванной теперь рай для растений. Твоя пальма расцвела. На потолке растут грибы. А в унитазе, похоже, проросли семена пшеницы. Тебе нечего есть и пить. Нет, только не говори, что собрался пить эту воду, полную микробов и твоих волос. И не говори, что я тебя не предупреждал. О, ну раз ты согласен, думаю, тебе стоит узнать побольше о предстоящей операции. Впервые удалось пересадить голову одной собаки на тело другой, Чарльзу Гатри, в 1908 году. Вторая голова была пришита к шее целой собаки и перевернута челюстью вверх. В 1950 году Демихов добился полного функционирования второй головы и пересадил 20 голов с передними половинами собак. Затем была обезьяна, которая после операции даже пыталась укусить одного из врачей. В 2013 году Серджо Канавяро объявил о планах пересадки человеческой головы. Оценочная стоимость — 12 миллионов 800 тысяч долларов. В 2017-м под его руководством трансплантировали мертвую человеческую голову на труп. А тебе идет. Теперь пора репетировать ваш номер. Надеюсь, ты не облажаешься и не опозоришь эти прекрасные головы. Тебе нужно будет джонглировать, пока ты едешь на одноколесном велосипеде с трамплина через горячие обручи. Кажется, им не нравится, что ты такой бестолковый. Постарайся не мешать профессионалам управлять твоим телом. Все, что от тебя требуется, это не испортить номер. Звездный час настал. Грандиозная премьера. Все взгляды устремлены на вас. Сегодня вы главный номер в шоу. Ни пуха, ни пера, Арнольд. Ты отлично справляешься. Еще чуть-чуть и... Это что, Дагая пришла на тебя посмотреть? Нет, нет, не отвлекайся. Не отвлекайся. Только не сейчас. Вот дурак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Викаезд иурина.